МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Госпожа режиссера, уважаемый оператор, когда-нибудь мы начнем? Ведь здесь сегодня жара. Давайте уже начнем, ребятушки. Я готов, а вы? Так. Раз, два, три. Мотор! Ребята, всем привет! Добро пожаловать! Как настроение, ребятушки? Мы сегодня прибыли в Ташкентскую область, в Пустолыкский район. Здесь внутренний туризм развит не по годам. Уважаемые друзья, сегодня мы будем пробовать экстремальный туризм. Добро пожаловать на телеканале Дуньё Бойля! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ребята, мы приехали сплавляться на рафте! Экстремальный спорт – рафтинг. Рафтинг – это увлекательный водный аттракцион, где вы получите море, кучу эмоций, ну и, конечно же, классного настроения. Давайте узнаем про этот спорт поподробнее. Рафтинг – прекрасный вариант активного корпоративного отдыха и тимбилдинга. Для информации, рафтинг – это сплав по порожистым рекам на больших, надувных, бескаркасных судах-рафтах, которые обладают большой плавучестью, надежной, устойчивой на воде. Оно расположено в 75 километрах от Ташкента, в пороге на реке Угам. Ну что, ребят, рядом со мной стоит руководитель рафтинг-клуба Шухрад. Шухрад, добрый день, здравствуйте. Как настроение у вас? Супер. Как вы решили открыть вот этот клуб? В Узбекистане я знаю, что его нет. В Узбекистане этого вида спорта практически нет. Теперь уже есть. Теперь он уже есть. Как пришла к вам эта идея? Эта идея пришла к нам от наших двух инвесторов. Они посещали рафтинг в разных странах – Турция, Таиланд. И оттуда решили завести этот рафтинг в Узбекистан. Почему бы нет? Расскажите о рафтинге, о спорте рафтинг. С чего он начинается, как к нему нужно прийти и инструктаж? Рафтинг, как вид активного экстремального туризма, был основан в 70-х годах. Он представляет собой сплав на бурных, горных, стремительных реках, на специальных надувных лодках – рафтах. Рафт имеет большую плавучесть, и также он имеет систему сброса воды. То есть он никак не наполнится водой. По всему периметру есть эта система, которая автоматически при помощи инструктора сливает всю воду. Так что затопление нереально. Этот клуб мы открыли весной этого года. У меня возникает вопрос. Наверняка телезрители и у вас он возник. Были ли какие-нибудь неправильные случаи? Не хочу говорить сложные слова. Это не сложные слова. Неправильных случаев как таковых не было. Бывают случаи переворота и выпадения из лодки. Это единственная неприятность, которая может с вами случиться. То есть я сейчас должен бояться, что я буду падать с лодки? Не исключено. Вы можете выпасть из лодки, но такие случаи в основном случаются из-за того, что люди не до конца неправильно понимают инструктаж, либо не слушают, и основной не выполняют команды нашего инструктора. Потому что рафтинг – это не просто спуск. Это подразумевает собой командную работу всей команды. Именно когда вся команда работает, все активно гребут, работают веслами. В данном случае перевороты, выпадения практически исключены. Так, значит, это командная работа. Расскажите суть рафтинга. Суть рафтинга? Основная суть рафтинга – это проверить сплоченность коллектива, свои личные силы и, естественно, получение адреналина. Наш путь сколько километров сегодня? Наш путь будет 9 километров. Бывалые профессионалы, как оценивают угам? Те, которые сплавлялись на Алтае, то есть опасная река, скажем так, уровень ее, уровень сложности 6. У нас уровень сложности 2-3. Турция 1-2. Бали 1. Этот вид спорта для всех или только для обученных профессионалов? Нет, этот вид спорта для всех. То есть здесь даже не обязательно умение плавать, как я уже сказал до этого. Главное – слушать инструктора, выполнять его команды. Ну и, естественно, так как это экстремальный вид спорта, то детей мы не допускаем, к сожалению. Получается, ребята, если дедушка меня учил раньше, в 5 лет просто выбрасывал, если вы не умеете плавать, то приезжайте спускаться на рафтинге, сразу научитесь, правильно? Конечно. Спасибо большое вам. Ну что, друзья, продолжаем? Перед сплавом все участники получают экипировку, спасательные жилеты, каски и весла и проходят инструктаж по собственному управлению рафтом. Это как называется? Что это? Это джикет, спасательный джикет. А бывали какие-нибудь страшные случаи? Да, бывали. Ну что, ребята, вот обратите внимание, наш инструктор уже переоделся на реке. Почему я так не оделся, вот так красиво? А я как ребенок, посмотрите. Посмотрите, вот, ребята, оператор, покажи меня и его, пожалуйста. У нас есть вот такие одежды, есть на аренду, мы на аренду даваем. Вам сейчас не надо, потому что вы... Потому что мы деньги не заплатили, друзья. Холодная вода. Потому что мы каждый день много раз спускаем, поэтому вот так одеваем, чтобы не холодно было. Все, все, ребята, это его защищает, значит, чтобы он не простудился, правильно? Ну ладно, ну реке, мы вас прощаем. Главное, нас привезите в целости и сохранности. Ребята, готовы? Вы смотрите «Добро пожаловать» на телеканале «Дуньё Бойля». Добро пожаловать на рафт. Поехали. Ну что, ребята, вот, это тот самый момент. Итак. Мне, правда, оператор моей кроссовки жалко. Они прям так заходят без проблем в воду. Ну ладно, что ни сделаешь ради вас, ребята, ради классного контента. Обратите внимание, ребята, какие здесь профессионалы работают. То есть он до сплава, он говорит то, что будет инструктаж. И он сейчас воочи будет показывать, как правильно нужно действовать, как нужно правильно действовать в экстремальных моментах. Итак, мы готовы наблюдать. Всем хорошего просмотра. Это наша лодка, вот, сзади, там, впереди. Ровно. За ленту, вот, ногу застёгиваем. Без слов, мы держим вот так, ровно. Вот так. Поэтому мы гребём, вот, не надо вот так болтать, играть. Мы гребём вот ровно. Вот, раз, раз, раз. И так далее. Если мы поворачиваем налево, мы гребём на правую сторону. Если мы поворачиваем... То есть параллельно всегда, зеркально нужно действовать? Да. Если мы поворачиваем направо, мы гребём налево. Да, налево. Да, налево. Ещё. Наша дорога, вот, 9 километров, мы спускаем на час. Час, час, десять километров. Мы будем 9 километров проходить за час времени? Да. Час. Так. И ещё. Наша дорога, вот, большая волна будет, на волна лодка-бочка будет. Как вот, например, вот поднимается вот на правую сторону, да, лодку. Нельзя вперёд. Вот, нельзя вперёд. Если мы всем вперёд делаем, лодка переворота. Переверём сюда. Нужно выждать, да, мне кажется? Да. Надо вот, чуть назад сидим и назад держим. Вот так. Не надо сильно. Не надо сильно. Вот, чуть назад держим, чтобы равновесно держать. Если вы, например, вот, нас упало, не надо бояться. Вы смотрите, где лодка. Максимум 3 метра далеко. Вы переходите, вот здесь держите. И толкнуем. Вот, раз. И дальше мы самой помогаем. Всё вот так. Всё. Всем готов? Мы готовы. Ребята, вы готовы? Ну что, добро пожаловать. Поехали. Всем вперёд. Всем вперёд. Раз. 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 На этом участке туристы предпочитают в течение дня совершать сплав дважды. Привлекает значительная плотность с препятствием прижимов бочков надводных и обливных камней. И всё это на фоне беспорядочного волнения и высокой скорости течения реки. Вау, круто. Смотрите. Вау, круто. Смотрите. Внимание. Внимание. Вверёд. Точно? Раз. 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 При возникновении аварийной ситуации обычная швартовка и экстренное причаливание возможны на любом участке сплава. Это придаёт туристам уверенность в любом прохождении маршрута, а сам рафтинг по Угаму вызывает чувство восхищения. курт NCNNNGВНРinals. Вeу, ю, 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 ю. О! Ваэээ! Гуа! И башки! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Река Угам является южной границей Угам-Чаткальского национального парка. На самом деле, лучшее время для сплава по реке – апрель-май. Оно благоприятно и по погодным условиям. Для Узбекистана это время цветения садов в горных долинах. Прекрасней такого чудо природы, пожалуй, и не найдешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, с корабля на бал! Мне подготовили второе развлечение. Шухрат Аге, позвольте сказать вам огромное спасибо за первое развлечение. Раунд просто бомбический. Ребята, было круто. Шухрат, поскажите, пожалуйста, что вы еще нам подготовили? Сейчас мы с инструкторами вам покажем, так сказать, мастер-класс на сабсорфинге. Сабсорфинг немного отличается от обычного сорфа. На сорфе катаются на волнах, на сабсорфе катаются на обычной спокойной воде. Это, можно сказать, такая хорошая тренировка для всех мышц. Адреналина вы не получите, но удовольствие все равно имеется. Шухрат, Шухрат, после рафтинга у меня уже силы не осталось. Посмотрите на меня, ребята, я весь такой выжатый, но вы мне подготовили второе развлечение. Начнем? Конечно. Ребята, смотрите нас. Погнали. Сабсорфинг – это относительно новый вид спорта, заключающийся в катании на специальной доске веслом. В переводе слово означает «стоя с веслом». Расскажи, пожалуйста, что нас ожидает еще? Это наша сабсорф. Мы ровно поставим, кто левшийся, кто правшийся, вот эту пушину за новую застелку. Вот так. Так. Она держит, то есть это когда ты падаешь, чтобы сабсорф далеко не упал? Да, да, правильно. Так как самый большой объем воздуха в доске находится посередине, около ручки. Необходимо встать на это место так, чтобы ручка располагалась между ног. Стоять нужно слегка согнув колени, наклонив корпус немного вперед, чтобы при падении остаться на доске. Такое положение поможет привыкнуть к нестабильности сапа. Потом, по мере нарастания уверенности, тело выпрямится само собой. Новички часто начинают с положений сидя, как я. Так проще удерживать ровно. Новичка универсальна. На ней можно кататься в любом водоеме. Река, озеро, пруд, море или океан. Новичкам и любителям тихих семейных прогулок лучше выбирать спокойную воду. Польза от катания на доске с веслом заключается в тренировке всех мышц тела. Это хорошая физическая нагрузка. Даже если райдер катается не спеша, час спокойного плавания сжигает 600-700 килокалорий. Во время занятия укрепляется сердечно-сосудистая система, улучшается выносливость. Это отличный способ избавиться от стресса и поднять настроение. Девушки отдыхают. Эту каску я брал с собой, но приехали мы, посмотрите, с дикими яблоками. Посмотрите, они какие классные. По-моему, все по-природному. Посмотрите, чистая, чистейшая нефритовая вода. Ну и, конечно же, классный наш узбекский яблок. Дикий яблок. Хочешь кушать? Ты вечно кушать хочешь? Лагерь, брат. Приятного аппетита, ребята, добро пожаловать! Ребята, я вижу, вы сейчас производите погрузку рафта, но у меня сразу возникли вопросы. А если вдруг, когда мы спускаемся, когда мы плывем, случайно что-то случается, не дай бог, конечно, с человеком, с гостем, который спускается вместе с лодкой, он переворачивается. Может быть, у него появляется какая-либо травма. Есть ли у нас здесь, то есть у вас, медпункт, первая помощь? Расскажите об этом. Первую помощь, конечно, мы окажем и вызовем. Если дополнительно нужно, то медработников мы позовем. А, то есть вы здесь первую помощь показываете? Да, конечно. У нас есть необходимые препараты, бинты, шины, то есть все есть. Вплоть до переломов мы поможем. Круто! То есть у вас специалисты, ребята? Да. А расскажите, пожалуйста, как вы отбирали ребят? Может быть, они где-то обучались или получали сертификаты, чтобы наши телезрители были уверены? Наши ребята на этот вопрос сами ответят. У нас в марте проходили сборы. Специально приехали гости с федерации рафтинга к нам, проводили сборы. Они выбирали хороших ребят, инструкторов. Они, в конце концов, здесь остались, решили здесь работать. На данный момент в штате сколько человек? Около 10 человек. Классно. И они все профессионалы? Естественно. Ребята, я могу уверить вас, что я только что сплавлялся вместе с ребятами. И хочу сказать то, что правда, они профессионалы. Где нужно, все объяснили, где нужно, все рассказали и даже помогли. Ну что ж, ребята, я вам желаю удачи, процветания. Вперед, Узбекистан, как говорится. Огромное вам спасибо. Вы клево все организовываете. Вам успехов. Спасибо большое. Ребята, ну что, после вводных процедур. Правда, честно, я так сильно устал. Столько сил забирает. Плюс еще я искупался. Опять свой лук поменял, друзья. Скажите, пожалуйста, мне идет или нет? Пишите письма, мы будем ждать. А пока, друзья, время обедать. Как здесь вкусно пахнет этот дымок шашлыка. Знаете, друзья, когда другие говорят слово «бочка», обычно понимают как «бочку». Но, когда говоришь узбекистанцам слово «бочка», они ассоциируют себя сразу же с вкусной мостовой, с вкусными шашлыками, с самсой, казан-кабобом и многим-многим другим, друзья. Они приезжают сюда покушать самую вкусную, на их взгляд не знаю, друзья. Сейчас будем пробовать мостову. Говорят, она здесь очень вкусная. Не знаю, почему так, но будем пробовать, друзья. Я говорю, друзья, оператор, видимо, тоже хочет кушать. Проголодался? На самом деле, ребята, он тоже со мной целый день ходил, целый день со мной вместе был. Давай тогда я закажу, а после ты, хорошо? Ты посмотри какой, а? Тебе лишь бы покушать. Ну все, ребят, приятного аппетита. Ждем. Официант! Это зеленый чай. Кто сейчас обедает или завтракает, ну или ужинает, всем вам приятного аппетита. Как говорится, бон аппетит. Это не сметана, друзья, это катык. А как говорят ташкентцы, кату. Так, все это добавили. Вау, и правда оно очень красиво. Оператор, поближе подойди, покажу. И это маста ва. Приятного аппетита, ребята. Как это все вкусно и наваристо. Будешь со мной обедать? Выключай камеру, давай кушать. Ребята, экстремальный спорт. Зоны отдыха, гостевые дома. Это, конечно, хорошо. Но туристы в основном приезжают, прилетают посмотреть на исторические достопримечательности. И в одну из них мы сейчас приехали. Пойдемте посмотрим. В отрогах Тяньшаня на территории Угам-Чаткальского национального парка, всего в 70 километров от Ташкента, находится поселок Хаджикент. Он расположен на берегу реки Черчик на высоте 700 метров над уровнем моря. Судя по археологическим находкам, ранее здесь обитали люди каменного века, оставившие после себя каменные орудия труда и наскальные изображения. Друзья, куда мы сейчас приехали? В этом месте есть два исторических факта. Один из них – здесь есть древнейшие чинары. Пойдемте посмотрим. Хаджикент встретил нас прохладным ветерком и ослепительной сияющей зеленью на склонных гор. Кроны древних чинар образуют над садом огромный купол, пропуская редкие лучи солнца. Вот она, та самая чинара. Ей 800 лет! Восемь веков она простояла именно здесь. Растет, цветет и пахнет. Посмотрите, какая большая, огромная чинара. Говорят, что чинара очень много издает из себя кислорода. Тем самым она помогает нам, людям. Исполнительница жила. Не так зовут ее в народе. Для того, чтобы поймать в объектив весь ее ствол, приходится отойти на значительное расстояние. Это все она – чинара-патриарх. На весь кадр. Сегодня чинара ограждена метровой зоной. Вокруг чинары расставлены удобные скамейки, на которых вы можете посидеть, помедицировать, помолиться, просто подумать о вечном. С западной стороны к чинарам вплотную подходят горные отвесные скалы. Петля вокруг чинар – горный источник развивается у скал широким потоком. Местами видны естественные отверстия в скалах, там, куда уходит вода из источника. Ребята, рядом с исторической чинарой расположилась родниковая вода. Здесь местные жители приходят, набирают ее и говорят, она очень целебная. Она нереально ледяная. На вкус просто вкусняшка. Самая важная достопримечательность Хаджикента, как мы ранее говорили, – это группа наскальных изображений, выбитых на вертикальной скале высотою 12,5 метров и длиною 18 метров. Все рисунки расположены в нижней части скалы. Ребята, и второе – это петроглифы этого места. Это значит наскальные рисунки. В 1940-х-50-х годах археологи нашли это место. Представляете, этим рисунком более 40 тысяч лет до нашей эры. Интересно, как это все делалось? И все эти рисунки смотрят в правую сторону. Кстати, друзья, вы можете приехать в любое время, это место всегда открыто, и сами увидеть, потрогать, как и я. Вы представляете, я трогаю 40 тысяч лет до нашей эры. Почти все рисунки изображают горных козлов. Необычно здесь, что рисунки ориентированы на север, когда обычно петроглифы бывают обращены к югу, к солнцу. Рисунки отличаются единством стиля, и несмотря на различные размеры, они однотипны. Еще одна особенность – размеры некоторых рисунков достигают высотой 60 сантиметров при длине 37 сантиметров. Все животные стоят без движения. Здесь всего зафиксировано более 90 петроглифов. Но из-за сурового и резкого климата некоторые рисунки не сохранились до наших дней. Вместе с отчетливыми рисунками встречаются и менее заметные. Ученые предполагают, что петроглифы наносились в разное время. Сегодня любой желающий имеет возможность посетить эти места и воочи увидеть петроглифы. Уникальные рисунки, оставленные нашими предками и сохранившиеся до наших дней. Ребята, мой экстремальный уикенд подошел к своему логическому завершению. Но я могу сказать то, что в Узбекистане очень много достопримечательных мест, развлекательных мест. Я готов вам все показать, рассказать. Ребята, друзья, телезрители, оставайтесь с нами. Добро пожаловать! Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!